что мне делать эфир вылетает третий раз на самом интересном месте ёшкин матрешки дают я сижу не двигаюсь вот в машине вообще в целом такой день а когда много да да смотрите вот он может быть кто то не видел первый раз я вытащила карту собственно вот на экране сама в хаотичном порядке никто никому не подговаривал и вытащила модель своих отношений до оно так и произошло что я делаю мужчины короля все тяну на себе мужик расслабляется в короне ходит сигареты покуривает еще тортиком заедать все прекрасно причем не такой не бурый видеть а в панду такую теплолюбивую превращается сейчас тех отношений которые я в дальнейшем были но вот чтобы я в ней подкорректировала а что это я другой час вижу нету сама нет ее другой смысл увидела да вообще отлично слушает вам вам идеально карты подходит а что сейчас смысл там еще появился постоянно тянет кто-то типа кто будет во главе всего этого я тяну и он тянет и никто не может прийти ни к чему совместному а что делать я не хочу что так было о как интересно да ну я скажу кстати вот эта техника которую мы делаем метафорических картах есть определенные техники они под определенные запросы то есть это не просто так я там мы вытягиваем карты да это в технике эта техника называется слепая зона то есть она помогает увидеть а что что вы не видели до того в отношениях то есть вот это вот перетягивание каната да я вижу перетягивание каната реально и идеальные картинки почему я это получается опять такая же ерунда будет другая ну смотрите тут вы для себя просто можете что-то новое понять возможно вы не замечали да какие-то паттерны в отношениях то есть вот это переключу вот эта техника она направлена на то чтобы понять вот что то есть да повторяется все время циклично в отношениях одно и то же и когда вы из этого круга выйдете да когда вы поймете что я вот так не хочу чтобы вот это повторялось да то тогда будет возможность построить другие отношения но это еще не конец техники дальше продолжим да 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 вот я смотрю там кстати тоже были комментарии писали даже увидели перетягивание то есть одной стороны сразу было равноправие да а вот кто-то пишет удержание баланса это я первый раз увидела удержание баланса вот девушка пишет вот про удержание а сейчас второй раз увидела другое как интересно а что все таки ну я могу предположить что наверное хочется баланса а получается перетягивание ну да блин сейчас туда я поняла вот да вы для себя запомните что мы сейчас конечно в такой игровой да манере демонстрационной это все делаем конечно когда я работаю там с клиентами индивидуально или на мастер-майндах девочками то мы обязательно потом все это прорабатываем да то есть помощью карт мы пока нет я даже уберу у нас пусть там будет то есть мы с помощью карт достаем вот эти убеждения а с помощью техники мы их прорабатываем так сейчас я следующую колоду открою и скажу запрос секунду колода у нас я и ты будет да мы уже из этой колоды вот первая карта была вот значит запрос такой чего вы видите в отношениях то есть вы там что-то есть постоянно данного часто было про перетягивание каната но еще что-то вы как бы об этого не видите первый ряд середине карта так вот это то есть это что-то что он есть но вы это не видите да это вот это вот слепая зона что-то с медведями приближу видно может быть ну то что я вижу вот здесь больше идет как будто мишка заботиться о девочке да может быть у них есть все это мужское но я это просто не вижу и гашу вот тем что я собой передал то есть тем что сама слишком как бы сильная да да и поэтому вот он превращается из медведя в эту панду насколько вот так откликается если задуматься ну конечно я не хочу чтобы так откликалась поэтому это правда вот смотрите метафорические карты они о том и есть потому что когда мы чего-то когда мы чего-то очень скажем так не хочу не хотим наше сознание это специально от нас скрывает очень-очень так хорошо да и вот это сознание оно просто блокирует это невозможно не увидеть метафорические карты это как раз его про не врать себе не врать кому-то да отключить вот это сознание я не хочу и увидеть поэтому тут вот вопрос то есть насколько действительно но это может быть правда что вот мужчина такой медведь может быть не такой он и медведь слушайте может быть как бы у него там есть проростки но значит не такой сильный если бы сильно был так на место уже поставила и рот прикрыла что такие истории тоже будет то есть все-таки получается вы сильнее а что вы сильнее ну к сожалению да а что тогда какой выход видите мне кажется знаете такой улыбкой да какой выход просто сильного мужчину рядом да нет надо просто по-другому надо просто как бы мужчина уже постарше чтобы у него было имею ввиду понятно что он там должен быть сильно но постарше как бы как объяснить чтобы у меня у него было уважение чтобы у меня к нему был вот этот ряд целый ряд и перечень вот внутреннего потоку чтобы я не воспринимала его как бы слова как сказали отлетели а чтобы я прислушивалась вот чтобы он был знаете есть рад люди разные как бы ищут там по жизни кто-то там любит мамой быть кто-то любит быть там сына искать себе да в роли от в роли мужчины а мне мне кажется даже кто-то любит только партнерство а мне нужно больше чтобы он был один вот ближе как отец вы поняли да чтобы как сказать ну вы понимаете о чем я конечно у меня похоже я понимаю что у меня похожие отношения тоже мне нужно я просто очень сильная личность мне кажется насколько я вижу вы сильная личность и такие девушки они задавливают мужчину поэтому им рядом нужен очень сильный такой мужчина который взрослее мудрее умнее возможно у которого уже был брак там или были дети или есть дети чтобы я еще не пришла к тому что я хочу как бы детей молодой там парень со временем начнет а я еще как бы к этому не готова возможно мне сначала нужно именно не менять тебя а подстроиться к человеку там достаточно длительный период времени чтобы он меня выработал авторитет уважение если всего этого не будет то я на одном месте вертела всех как интересно и хочу еще раз обратить внимание прям очень круто что первый раз работает с метафорическими картами и сразу вот они настолько вам да открыли показать там да еще раз покажу вот этот вот такой мужчина-медведь да который под которым девушка слабая а вы да из этого медведя если он не сильно мужественного из него делаете панду в короне да это правда да 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 из торта на руках ну вы вот это для себя запоминаете я на самом деле конечно она похожа да ну круто потому что я на самом деле думала что мы как-то будем скажем так ну и с девушками больше взаимодействовать но мне настолько вот интересно как у нас это все с вами разобраться мне тоже да что я ну девушки в любом случае мы тогда им можем сказать что они те же карты если там удастся хотя бы кусочек эфира сохранить да они могут для себя потом например писать мне даже в комментарии либо там что они на этой карте увидели я им помогу уже расшифровать отлично да так а мы сейчас ау все все я думала что вы пропали нет 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 да я сейчас следующий то есть теперь мы из этой же колоды она у нас я это называется уже эта карта нам не выпадет с медведем нужно увидеть как изменятся отношения вот когда вы сейчас увидели да вот это так сказать слепое пятно и вот если уже учитывая это вы будете строить следующие отношения какими они будут давайте так есть какую я хочу вот второй ряд второй справа сверху да так вот это получается да да правильно так справа третья есть так самой интересно что там будет так вот такая у нас карта подождите подождите если я не изменю это выставить то как оно будет или наоборот если я поменяю это нет получается что вот когда вы увидели да вот это что находится в слепой зоне что изменится а ну нет ну что это получается я в гармонии буду я на высоте смотрите угу только одна почему то ну тут же как бы не обязательно тут мы ой подождите нет давайте-ка так то да здесь орел летает мне кажется если я неправильно на высоте возьму спокойно рядом пред martin 喜aman я передset не ну что нормально выходит мне нравится да а Откликается? Откликается? Ой, откликается как. Там можно еще домик, чтобы стоял где-нибудь рядом красивый. Да, кстати, в метафорических картах есть такая фишка, что если человек, клиент, который с ними работает, хочет, он может там дорисовать все, что угодно. Прекрасно. То есть там еще где-то домик хочется. Ну, реально похоже. Смотрите, погода хорошая. Прямо это рассвет, закат, восход. Да неважно, я на вершине. Сижу такая спокойненькая, уже орел рядом. Ну, нормально, мне понравится. Супер. Окей, Юль, то есть смотрите, что у нас получается. Подытожим, да? Что было? Были мужчины, которые, скажем так, ну, сладенькие были, наверное, я могу так выразиться, да? Соответственно, из-за этого как бы в восемь не вы их, из них делали такого вот панду короля. Да, и потом скрытым оказалось то, что нужно мужчину повзрослее, да, помудрее, более матюрным английским, да, так называемым. Да, матюрным. Да. Иногда тут употребляем английские слова. И то есть если будет рядом такой мужчина, то будет спокойствие, будет гармония, и вот он будет таким орлом добытчика. А, так называется? Да. Ну, прям, да, улыбка, то есть откликается, да, вот такая модель отношений. Ага. Да, окей. И у нас тогда последний шаг, посмотрим, что там будет. Это будет другая колода. Эта колода будет называться «В чем урок?» То есть там будут просто слова написаны. Тоже вы в закрытую выберите одну карту. То есть вот из этой техники, это уже последний шаг, да, техники, то есть какой вывод, в чем вообще урок, да, из-за вот чего сегодня вы для себя вынесли. Четвертый ряд снизу, четвертый ряд снизу, посерединке. Так, вот это? Да. Так, четвертый это, окей. Так, и тут у нас... Все, прочитаю тоже. Личность подобна ростку. Она развивается, проявляя различные потребности на разных этапах своего роста. Пренебрегать этим потребностям значит препятствовать полноценному раскрытию личности. Будьте внимательны к своим потребностям. Я поняла. Бывало ли такое, что, так сказать, своими потребностями пренебрегали из-за мужчин? Да. Бывало, да. И как это было? Получалось ли из этого что-то хорошее? Нет, но это неправильно. Ну, как бы, как объяснить-то. Я это для себя выявила. Ну, вот, одно дело понять, другое дело как бы теория, другое дело практика. Я поняла, что никогда нельзя свое я и свои потребности вот после этих отношений всех, которые у меня были, ставить на второе место. Своё я должно быть всегда на первом месте. Как-нибудь, короче, независимо, чтобы мне не говорили, там, да, я не мама, но когда я стану мамой, и там, жизнь ребенка, это жизнь ребенка, но свое я на него нельзя никогда забивать. Это ты, в первую очередь, есть у себя, а как бы все остальное там, да, начинаешь уже разделять. Мужчина – это вообще отдельный разговор. Мужчина должен быть делать твое я в дополнение еще краше, еще лучше. Поэтому свои потребности, они должны быть на первом месте, независимо. Но я просто такой человек. Вот я не знаю, я думала всегда об окружающих, а-ля, неважно, там, мужчина это, просто люди, с кем я работаю. Потом я такая, ну, а что я о них думаю? Они вообще никакого отношения ко мне нет. А я всем как бы хочу лучше сделать, понимаете? Ну, вот я такая по своей натуре. Нет, это отлично, на самом деле, это эмпатия, да, такая. Но тут такой важный момент, Юли, вот я как коуч могу добавить, в коучинге такой основной принцип, что мы понятия не имеем, как лучше нашему клиенту. Ну, и на самом деле, нам же очень часто хочется, вот я, каждый клиент имеет понятие, как лучше его. Да, 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 да. Иногда хочется, ты думаешь, вот сейчас я ему скажу, так же лучше помогу. Но на самом деле, это может нам кажется, что так лучше, а другому-то человеку, может, это как бы совсем не лучше, да, это не его, он этого не хочет. Поэтому, да, в своих потребностях стоит всегда помнить и не забывать, потому что, конечно, когда ваши потребности в отношениях удовлетворяются, вы такая счастливая, довольная. Вам хочется и потребностей других, да, 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 и привносить именно в ваши отношения что-то большее. Когда, вот, моя проблема главная была, ну, раньше, да, не знаю, потому что давно не было отношений, не могу сказать, как будет по-другому, будет начать, надеюсь, будет по-другому, ты отдаешься на 101% долгий период зрения, потом происходит выгорание очень жесткое, и выгорание не в худшую сторону для вас двоих, для тебя, в первую очередь. Поэтому для того, чтобы находиться постоянно на подъеме, да, понятно, периодически будут спуски, это как без черного нет белого, без белого черного, но тебе нужно, чтобы твоя ресурсность была более наполнена от того, что приносится в эти отношения. Ну, понимаете, да, вот эта взаимосвязь, чтобы она неразрывно шла, чтобы хотелось тебе как и принимать, так и отдавать, потому что это для меня две несовместимые вещи. Конечно, вот я об этом сказала в самом начале, когда представляла, что я коуч и не только там коуч, например, конкретно по отношениям, потому что невозможно построить счастливые отношения, когда ты сам, например, не в гармонии с собой находишь. Это правда. То есть, в первую очередь, нужно прорабатывать себя, знать свои потребности, знать, как их удовлетворять, понимать, как в отношениях, какие вы хотите отношения, там, ну, прям вот до каких-то, да, мелочей, и тогда вы уже, повстречав человека, пообщавшись с ними, вы поймёте, будут ли удовлетворяться ваши потребности в этих отношениях, потому что какой бы он замечательный не был, если они действительно не будут удовлетворяться, то там вот эта вот такая страсть и влюблённость на первых этапах, она немножечко трансформируется, да, и начнётся как бы вгорание, вот о котором вы сказали. Ну да. Да, там нам писали, я видела, кто писал вообще, что это такое, но это мы тут не гадали, что мы, да, с помощью метафорических карт, вот Юля разбирала, кстати, спасибо за такую честность, открытость и откровенность в прямом усилии, мне кажется, не каждый, да, так может прям вывалить свои, вот эти осознания такие наружу, так что Юля, спасибо большое, это Юля с помощью метафорических, метафорических, да, но я надеюсь, то есть вы для себя, как у вас в целом, расскажите, ощущения, что для себя вылезли? Ну, просто, может быть, что я такой человек, иногда, как бы если в обыденной жизни, там вот кто-нибудь со мной заговорит, да, возможно там другому человеку не откроет, просто я понимаю, что вы там профессионал своего дела, и когда мне задаёте прямой вопрос, я стараюсь, это сложно, но я стараюсь честно ответить у себя внутри на эти вопросы, и я ей не приходила, ну, я сгоняла, возможно, эти мысли от себя, вот про, например, медведя, который пытается, в нём есть мужчина, а я, возможно, где-то его начинаю гасить, это всё, вот я рада, что я сейчас это осознала, самое главное, это в практике как бы применять, вот это, это другой уже вопрос, а это работа, это работа над собой просто каждодневная. конечно, да, ну, то есть мне вот хочется, так сказать, ещё добавить, что, да, тут важный такой момент, то есть, когда, например, вот тоже, опять же таки, я работаю там с девушками в мастер-майндах, вот мы что-то находим с помощью метафорических карт, и потом обязательно это изменить, тут очень важно, потому что, к сожалению, часто там даже мои индивидуальные клиенты, вот они прям круто работают на сессиях, там куча сознаний, и потом всё, они выпали, и вот когда, кстати, идёт, ну, постоянно такая длительная, да, работа в контракте, я вот им напоминаю, там, ну что, какие шаги, обязательно нужно, как бы, дальше, да, на основе этих осознаний, понимать, что теперь вы по-другому будете делать, в том же самом деле. А видите, а вот много людей очень писало, спрашивали, а вот мне там разложить, они, например, могут вам написать, спросить, вот про карты, ну, например, такую-такую карту, там, третий ряд, не знаю, снизу, там, вторая карта, и вы расскажете им. Да, Юль, ну, на самом деле, потому что мы сейчас в прямом эфире делали, вообще, как это работает, вот эта вот платформа, которую сейчас я показывала, то есть, это платформа для работы с метафорическими картами, я даю ссылку, человек туда заходит онлайн, то есть, он туда заходит, да, и он сам выбирает, он сам, прикольно, я делаю всю подготовительную работу, да, вот эти там колоды, всё он видит, а он уже сам просто кликает на карту, которую он хочет, он её сам там крутит, увеличивает, уменьшает, как ему нужно, то есть, я ему открываю нужные колоды, а он сам выбирает себе карты, да, то есть, это одна из частей, как я работаю, потому что я не только с метафорическими картами работаю, дальше вот, когда уже эти осознания приходят, потом с помощью определенных НЛП практик, мы помогаем перепрошить подсознание, убрать вот эти установки, да, да, то есть, конечно, да, мы так сегодня продемонстрировали, как, как вообще это выглядит, я работаю с метафорическими картами, как в индивидуальных сессиях, то есть, один на один, да, так и в таких мини-группах, у меня там, ну, три-четыре человека, как правило, такие очень схожие по энергетике девушки, у меня в целом, я вообще обычно с такими очень амбициозными девушками работаю, у которых прям какие-то крутые там цели, вот такие вот, ну, серьезные какие-то цели и желания, и да, в группе мы тоже работаем с картами. Ну, я тогда, если вы не против, я сохраню просто эфир, на вас отметку поставлю, чтобы тем, кто кому интересно, потому что наверняка сейчас многие там на работе вечером придут, посмотрят, потому что меня это реально заинтересовало, это реально офигенная тема, просто как можно ткнуть пальцем первый раз и попасть в то, что у меня в глубине сидит, я просто как бы не хочу сама себя признавать, ну, как это вообще, реально. Это прикольно, потому что на самом деле так всегда и происходит, и я так интересно, я сама всегда в шоке, а сколько с этим работаю, блин, ну, как, мне самой так всегда интересно, и потом, да ладно, да не может быть, да как, вот, прям, да, какая-то, ну, это энергия, и, Юль, да, и вот, чтобы искренне, так сказать, ну, поняли, как работать с картами, да, и действительно включились в это, они там, ну, что за фигня, сейчас там какая-то карта, непонятно, что будет, вы для себя вынесли максимум пользы. Просто я еще заходила вот к вам, перед тем, как я пригласила вас на эфир, вот я заходила к вам на страницу, и у вас там столько классных постов, там про разбор отношений, почему притягивают не тех, а как это проработать, реально я зависла у вас на странице. Спасибо, да, да, я стараюсь, если вы можете почитать для себя, там и в актуальном сохраненном, и посты, реально очень прикольно. А вы давно вообще, ну, вот занимаетесь этим? В коучинге я именно официально работаю с 20-го года, то есть я в 19-м пошла обучаться, потом я обучилась, закончила, и как бы я формирую свой метод, ну, и в принципе у меня, я за основой на самом деле еще как бы, ну, скажем так, я не сапожник без сапог, да, я сама тоже создала свою жизнь, как бы мне это все нелегко там давалось, и в какой-то момент я поняла, что, ну, этим нужно делиться, и я хочу делать это с пара работы. Да, это круто, это очень круто. Да, 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 поэтому, да, Юля, обязательно, и как бы, ну, если кому-то интересно, я постоянно вкладываю в посты на эту тему, сториз, я постоянно обучаюсь, я сейчас в обучении там в НЛП, в очередном, поэтому, да, максимум стараюсь в своем блоге полезной информацией делиться. Я тогда поставлю в описании информацию о вас, сейчас сохраню эфир на вас, хорошо, и в эту сториз еще выложу, расскажу. Да, кто-то может быть осудит, но я была максимально честная и откровенно, поэтому я надеюсь, что люди тоже на себе прочувствуют и оценят это. Я еще, да, что хочется добавить, кстати, вот те, кто будут смотреть эфир, или, возможно, кто его сейчас там посмотрел, могут пересмотреть, у меня, как правило, вот как происходит на моих мастер-майндах, когда работают девочки, ну, скажем, вот у меня есть конкретно там три девушки, группа, в течение мастер-майнда я каждой из них, даю разные техники, ну, для каждой своя техника, в зависимости от ее запроса. Так вот, пока одна из них работает с этой техникой, остальные две прорабатывают очень круто себя, потому что действительно все видят разное на разной карте, да, вот, например, как вы там увидели перетягивание калата, а кто-то увидел поддержание баланса. потому что это зависит от того, что человек, ну, что у него происходит, его подсознание, и на самом деле, вот даже ваши карты, которые сейчас были, люди для себя могут очень много пользы из них взять, потому что они там могут быть совершенно другое, да, поэтому даже, как бы, вот, ваши карты они могут использовать. Ну, кому-то будем сегодня полезны, точно. Да, 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 ну, хорошо, Юля, да, очень круто, на самом деле, с вами поработали. Мне очень приятно было, с другими гомицами, правда. Очень хорошая гометика была. Спасибо, взаимно, желаю вам отличного дня, чтобы с этого момента уже там, никаких у вас неожиданных негативных. Вот сейчас уже будет все хорошо, я прям чувствую. Надо было с вами просто поговорить, Спасибо большое, Юля. Все, хорошего вам дня. Взаимно. До свидания. До свидания.